Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И я прошу, не обращайте внимания, пожалуйста, на мой простуженный голос. Ко мне на днях попали вот такие три фаленопсиса. И вот сейчас эти пару дней я их пока обрабатываю. Поэтому пока смотрю, в каком они состоянии, что с ними, как с ними дальше быть. И вот я захотела вам их показать, чтобы мы могли все вместе дальше отслеживать их судьбу. Ну, начну, наверное, вот с этого. Самый на данный момент пока оптимальный такой вариант. У него тут и корешки имеются, конечно, есть сухие. Я ничего пока не обрезала, ни у одного из них. И вот что есть, то есть, как говорится. Корешочки, конечно, вот эти вот сухие корешочки придется обрезать. Вот тоже вот много корешочков сухих. Вот это вот все. Вот тоже все придется обрезать. Сейчас я это удалю. Ну, вот это то, что я удалила. Все сухое. И то, что осталось, в принципе, оно вселяет надежды. Немножечко, конечно, вот самое основание тут, конечно, чернота немножечко имеется. И есть даже какие-то зачатки прям крошечные корешочков, даже под цветоносом. Ну, не знаю, он тут подсох, что ли, или нет. Тут вот, да, вот пипочка прям крошечная, вот видна тут. Ну, буду надеяться, что она адаптируется. У листьев туркар хороший. Тут, правда, она должна быть белого цвета, чисто белая, обычная орхидеечка, с желтой губой. Здесь на листе, это, я так думаю, что это, скорее всего, механическое повреждение. А вот это пятнышко мне не очень нравится. Вот это вот круглое пятно. И рядом вот вдавленность. Но меня больше вот это вот круглое пятно, конечно, беспокоит. Паразитов я никаких не наблюдаю. И размер у нее прям такой небольшой прям. Я не знаю, может быть, это деточка еще. Не знаю. Ну, в общем, буду надеяться, что ей все понравится. Потому что орхиды, и сами понимаете, такие творения, что вроде бы купишь, вроде бы корневая хорошая, условия хорошие, все для нее делаешь. Так нет, ей что-то не понравилось. А иной раз купишь задохлика, практически без корней, а она начинает корни растить, жить хочет. Ну, это все, конечно, зависит от иммунитета самого растения. Насколько он крепкий, насколько ему хочется жить, насколько он способен выжить. Все, конечно, от этого зависит. Если при этом предоставлены все условия, уже остается только ждать. Вторая орхидеечка должна быть розоватого цвета. Тургер у нее уже потерян, конечно. Размером она слегка больше, слегка. Можно сказать, практически такого же размера, как и белая, но тургер у нее уже все потерян. Тут какая-то остренькая полоска, прям вот на срезе, прям аж я впервые с таким сталкиваюсь. И оно прямо от самого основания, не знаю тоже, что это природное или нет. Ну, ладно, время покажет. Здесь, конечно, с корнями, ой-ой-ой, что, корней практически нет. Вот опять же, повторю, я ничего не отрезала, все вот как есть, как мне принесли, вот так вам и показываю. Вот этот корень, он весь сухой. Все это сухое. Это придется удалить, к сожалению. Ну, вот это ответвление я не стану трогать. Оно крепенькое, хоть здесь и на ниточке, на этих тяжах все держится. А вот это я, конечно, отрежу. Хотя вот мне не нравится, если честно, вот эта вот ситуация, потому что здесь прям вот почернение. Корешочки все, кончики закукленные. Но здесь тоже надежда. Посмотрите, надежда теплится. Вот она, вот эта вот маленькая надежда. Эту орхидеечку, вот предыдущую, я посажу, наверное, в стандартный стаканчик, в которых они обычно продаются. Ну, а эту уже буду сажать, конечно, в крошечный, в совсем крошечную емкость. Вот что-нибудь, даже не что-нибудь, а вот в такой вот. То есть совсем махонькое, вот прям вот буквально. В таких же сидят мои две другие анимашки. Так, это сюда. Ее я сейчас постараюсь подчистить, зачистить, хотя здесь уже не доберешься. И тоже, конечно, да, чернота имеется. Пока оно смотрится все не настолько критично. Но время покажет. Эти две орхидейки я посажу самой обыкновенной стандартной посадкой в кару. В кару горшочек с дырочками. Кара керамзит, древесный уголь. И самое, самое, конечно, ужасное, что мне досталось из этой группы, это вот это чудо. Она осталась без корней совершенно. Здесь даже где-то сейчас уже куда-то он исчез. Может быть, вот здесь вот было. За пару дней оно вообще ушло. Зачаток. Был зачаток. Корни они, не зачаток. А вот, ну да, можно сказать, зачаток, но весь черный. Черный при черный прям уже плоский просто. Вот кругляшочек. И он тоже уже куда-то делся. Его он уже тоже испарился. Ну, естественно, конечно, сегодня-завтра от тургора уже ничего не останется. Тут листья я не знаю в чем. Этот лист обрезан. Видимо, вот он мягкий. Он весь высох. Вот он сохнет прям. Какие-то у него на нем пятна. Но это... Я пока не могу разобраться, что это. Мне надо будет это погуглить, выяснить. Здесь с обратной стороны ничего такого нет. И вот срез. Вот он. Пенечек. Мне хозяйка бывшая сказала, что она ничем не обрабатывала. И я вот сейчас хочу при вас вот этот вот слегка вот надрезать и посмотреть, есть ли там внутри какая-нибудь чернота, там что-то коричневое, есть ли там что-то такое нехорошее или нет. Нет. Слава богу. Все зелененькое, все чистенькое. Здесь тоже. Сейчас я этот срез присыплю корицей. Она у меня здесь под рукой. Ну и честно, я не знаю, что с ней делать. Я взяла все эти три экземпляра. Ну, а этот как бы... Третий этот экземпляр... Он таким вот... Я как бы... Мне два собирались принести на восстановление. А этот уже пошел самым последним номером как бы. А не возьметесь ли и за эту тоже? А то мало ли. Ну, ладно. Что же мне? Если же две беру, что же я... Не буду же я ее оставлять на выброс. И я взяла ее тоже. Ну, посмотрим. Буду держать ее над водичкой. Что-нибудь придумаю. Посмотрю, как девочки реанимируют такие вот... В таком состоянии. Мои реанимашки, они были, конечно, не в таком ужасном состоянии. У моих реанимашек было хотя бы по там один-полтора корня. Даже вот... У этой орхидейки больше корней, чем вот у моих реанимашек было. Ну, буквально вот с одним корнем были реанимашки. Ну, а это вообще... Это вообще без корней. Если у вас есть какие-нибудь предложения, я буду очень рада почитать ваши советы. Все, что... Все, что можно сделать в этом случае. Я обязательно, конечно, я и смотрела, я обязательно еще раз просмотрю видео девочек, которые вот такими тяжелыми случаями занимаются. Ну, и буду держать вас в курсе. В курсе всех событий. Большое спасибо за то, что заглядываете на мой канал. За то, что оставляете комментарии. И за то, что интересуетесь моими видео. Большое вам всем за это спасибо. Не болейте. С наступающим вас Новым Годом. И до новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok